Меня зовут Лариса, я кандидат филологических наук в специальность романские языки. Сегодня мы с вами читаем на португальском, причем именно так, чтобы получить максимум пользы для усвоения языка. Наш материал – чудеснейшее произведение замечательной португальской поэтессы Софии де Мелло Брейнер Андресен «Сказка Аменина Думарь. Маленькая девочка моря». Приступаем. Сперва слушаем, не глядя в текст. Era, uma vez, uma casa branca nas dunas, voltada para o mar. Тinha uma porta, sete janelas, e uma varanda de madeira pintada de verde. Em rota da casa havia um jardim de areia, onde cresciam lírios brancos e uma planta, que dava flores brancas, amarelas e roxas. Nessa casa morava um rapazito, que passava os dias a brincar na praia. Era uma praia muito grande e quase deserta, onde havia rochedos maravilhosos. Mas, durante a amarela, os rochedos estavam cobertos de água, susviam as ondas, que vinham crescendo de longe, até quebraram na areia, como um barulho de palmas. Слушаем. Трудные моменты сверяем с текстом. Era, uma vez, uma casa branca nas dunas, voltada para o mar. Тinha uma porta, sete janelas, e uma varanda de madeira pintada de verde. Em rota da casa havia um jardim de areia, onde cresciam lírios brancos e uma planta, que dava flores brancas, amarelas e roxas. Nessa casa morava um rapazito, que passava os dias a brincar na praia. Era uma praia muito grande e quase deserta, onde havia rochedos maravilhosos. Mas, durante a amarela, os rochedos estavam cobertos de água, susviam as ondas, que vinham crescendo de longe, até quebrarem na areia, como um barulho de palmas. Aperto o mar. Aperto o mar. а палма – ладошка, ладонь, угощеду – обрывистая скала, улирию – лилия, а онда – волна, у баруллю – шум. Прилагательное в мужском роде и тоже в единственном числе. Дезерту – пустынный, мэрэвилёзу – чудесный, куберту – ды, покрытый чем-либо, гошу – пурпурный. Глаголы записываем в инфинитиве, крэшер – расти, увеличиваться, кибрар – разбивать, пасар – проводить, наречия, куазы – почти. Сложные предлоги пишем в полной форме, энь гуда – ды, вокруг. Устойчивое выражение, америалта – прилив, эреумовэш – давным-давно. И сейчас у нас в руках тщательно выверенный словарик. Постарайтесь запомнить эти слова к следующему уроку. Обратите внимание, если вы не знаете перевод слов начального уровня, ажанейла, амерейлу, апорта, фрию, бринкар – в этом случае читать неадаптированные произведения вам пока рано. Данный видеокурс предназначен для учащихся с уровнем португальского языка не ниже А2. Информацию о курсе А1 я оставлю в описании под этим видео. Также перед тем, как читать в оригинале, вы должны владеть основами португальской грамматики. Нужно иметь понятие о роде и числе существительного и прилагательного, о предлогах, о местоимениях и причастиях. Вы должны уметь вспрягать глаголы в презенте до индикативу, претериту перфейту симплаж до индикативу, претериту имперфейту до индикативу. Если у вас нет пробелов в этих темах, этот видеокурс для вас. Какие грамматические явления мы видим в нашем фрагменте? Первое. Претериту имперфейту до индикативу. Эйра – был, теня – имел, крышием – росли, дава – давала, мурава – жил, посава – проводил, штавом – были, свием – виднелись. Второе. Глагол «авиа» – варианты перевода «был», «были». Третье. Конструкция «вир» плюс «жерундио», передающая процесс постепенной реализации действия. «Виннем крышенду» – постепенно увеличивались. «Виннем» – претериту имперфейту до индикативу. Четвертое. Предлог «а» в сочетании с инфинитивом в данном случае указывает на способ реализации действия. «Посава уждие шабринкар» – проводил дни, играя. «Проводил дни за игрой». Пятое. «Инфинитиву пассуал» – кибряринь. Помните, в каких случаях используем? После предлога «отэ» и при наличии субъекта «озондэш». Вот такой перевод у нас с вами получился. «Давным-давно в дюнах, повернутый к морю, стоял один белый домик. У него была одна дверь, семь окон и деревянная веранда, выкрашенная в зеленый. Вокруг домика был песчаный сад, где росли белые лилии и одно растение, что давало белые, желтые и пурпурные цветы. В этом домике жил один парнишка, который проводил дни за игрой на пляже. Это был очень большой, почти пустынный пляж, где возвышались чудесные скалы. Но во время прилива скалы были покрыты водой. Виднелись только волны, что пребывали издалека, постепенно увеличиваясь в размерах, пока не разбивались о песок с шумом хлопающих ладошек. Читаем текст еще раз. Субтитры создавал DimaTorzok Вы все слова знакомы? Проблем с грамматикой нет? Все понятно? Опять слушаем. Добиваемся стопроцентного понимания на слух. Субтитры создавал DimaTorzok РодинаTorzok РодинаTorzok onde havia rochedos maravilhosos. Mas, durante a море alta, os rochedos estavam cobertos de água. Сосвiam as ondas, que vinham crescendo do longe, até quebrarem na areia, como um barulho de palmas. Ну вот, отличная работа! Продолжим на следующем уроке. А чтобы его не пропустить, подписывайтесь на канал. От вас обязательно лайк. Люблю, целую, обнимаю. Буду очень рада вас видеть на моих занятиях. Детали на сайте нашей школы иностранных языков Slang School. Ссылочка внизу. Obrigadíssimo pela atenção! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok